Мир вам и Божьего благословения! Вот и пришло время Великого Поста. Воскресенье заканчивается прощенным воскресеньем подготовительный период к Великому Посту и носит название это воскресенье «Изгнание Адама, естественно, из рая». Вот с чего все началось. С утраты связи с Богом, райской жизни, сразу обрушилась болезнь, старость, злоба. И так мы живем по сей день, но когда возвращаемся через покаяние и через крещение к Богу, мы обретаем возможность восстановить безгрешный образ падшего Адама и праматери Евы в своей душе, в своем сердце. Как понимать канон Андрея Критского? Когда он читается в церкви? Цель канона Андрея Критского – раскрыть в каждом человеке греховное начало, преступные порывы. И найти в примерах подобных нам святых людей, библейских персонажей, удобный для нас прием, возможность очищения от грехов и самого сильного, активного действия покаяния в нашем сердце, в нашей душе. Канон Андрея Критского – покаянный. Читается первых четыре дня, первой недели поста. В понедельник, только свидание, четверг. А затем на пятой неделе, так называемом «Марии настояния» прочитывается весь канон. Два раза в пост совершается это удивительное чтение и богослужение. Правда ли, что пост – это не только ограничение в еде и эмоциях, но и шанс измениться? Да, пост является именно ограничительным периодом всех наших и удовольствий, и продуктах питания, и самое главное – мы должны взглянуть на себя, изнутри и дать за время поста оценку себе и ответить на главный вопрос. Идем ли мы по пути спасения к вечной жизни, Царство Божье, к всеобщему воскресению, страшному суду, к победе над адом в вечности? Вступаем на путь борьбы с дьяволом, с его искушениями, нападениями. Это действительно очень сложный период. И мы должны все силы – нравственные, моральные, физические – использовать, чтобы сохранять себя, как творение Божие, от всего соблазняющего и греховного. Мир вам и Божье благословение! Пусть мужество, как мужчин, так и женщин, юношей и девушек, и даже детей, наполняя сердца, чтобы пост пройти с высоко духовным подъемом и духовной радостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова